и сейчас мы немножко пообщаемся об этом городе местный человек расскажет что здесь к чему как здесь жизнь проходит вообще как его личная жизнь здесь проходит что для тебя как ты здесь себя чувствуешь нормально и здесь учишься на кого бизнеса бизнес администратор занимается то что это отелем по отелями или это чисто вообще все вместе а почему именно сюда приехал учиться так получилось или же специально занесло полтора года почему здесь такое большое количество русскоговорящих людей потому что россия купила сейчас данный момент газ газ вот на море нашли газ ага россия у них здесь нашли на море дальше скоро через года два они его пропустят уже по городам за пять лет уйдет максимум и они его сюда пропустят и везде короче все здесь почти российский уже хотя почти полностью здесь город ну смотри англичане сейчас выкупили город вот здесь здесь на соли что вы купили здесь кима соли города ты туда уезжаешь в тот конец города там есть не знаю сколько гектаров небольшой городок сказать этот городок он англичан городок то есть туда ни один кипрё даже кем бы полицейский декабря не было он уже не может на ту сторону за это еще и вот может быть это как часто собственно то есть англия выкупила вот эту часть а россия выкупает как бы другую часть получалось англия тоже небольшую часть лимасола заводит а сейчас ты поедешь все почти на китайском и здесь видишь все на русском и видишь нет да 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 здесь все на русском почти все до пафосе ты начнешь видеть все на китайском иероглифе почему потому что обратно китай выкупил пафос россия выкупила масса англия тоже небольшую часть лимасола замена пафос и чё китайцы они торговый рынок самый большой вообще на кипре то что если вывозы и вот тоже они сейчас строят пафос может там будешь там тоже людей встречи поговоришь почему вот смотри вот эти магазины здесь в этом городе да здесь огромное количество рознув магазина где работают русскоговорящие люди там продается до живут здесь тут вот там продается итальянская одежда огромное количество вот это итальянской одежды с чего они ее так много зовут то есть других странах такого нету и второй вопрос цены то есть вот эти цены допустим джинсы 500 евро 800 евро рубашка там 400 евро это это такие реальные цены или же это уже как в конкретный такой накид идет как вот и как ты думаешь это короче нормальные реальные цены реальные цены да короче то что магазины оригиналы магазин да 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 допустим тот же nike adidas есть короче те же nike adidas который стоит по 100 евро кроссовки там 200 максимум в одном магазине на если сейчас зайдешь какой-нибудь другой най где короче как он будет уже допустим в центр магазина короче как он будет и туда зайдешь там уже они будут то что по европе уже крутят такие конечно они уже там будут короче 500 и 600 они за них и налоги платят и все такое и здесь если ты что-то берешь у меня вот сестра приезжал допустим она вещи да вот дорогие вещи купила за 500 за 600 даже пусть будет за 50 евро когда ты отсюда вылетаешь ты делаешь tax free и ты короче вообще конкретные деньги назад возвращаешь а какой процент не знаешь платишь за вещи здесь если ты здесь купил и ты здесь носишь ты за них налог платишь а если ты вывозишь да если здесь ты их купил и вывозишь они наоборот тебе отдают короче часть денег а какую какой налог не знаешь процент какой допустим у вас мы я вот страх купил за 500 евро там там часы и короче около 85 евро возвращают это внимание видео считая допустим студент я себе купил короче за 500 ну за 1000 если допустим я что-то купил да мне сейчас почему потому что тем цена больше тем процентов то меньше ну да забираешь ты больше чувствуешь на его есть же разница 100 евро ты заберешь 5 думаешь а да ладно и когда ты с 1000 заберешь 200 250 тем которые сюда приезжают вот туристы вот люди допустим смотрят сейчас они подумают вот поеду к я тоже отдохну на кипре посмотрю как там житуха положуха что ты посоветуешь куда лучше поехать где лучше отдохнуть где какие пляжи где какие магазины где вот твое мнение так здесь везде хорошо визита отря сколько лет кому там возраст такой вещь сейчас допустим 100 вот кто при возрасте они еще не поедут военату почему потому что там нельзя заснуть короче там гостиницы все вот так все вот как здесь немного короче гостиницы а там дома уже город там такого нет но чисто одна улица вся весь этот город это айинапа называется правильно айинапа все это идет гостиница кафе гостиница кафе там гостиница кафе чисто туристическая для молодежной тусовки по короче а вот уже кто там семьей с детьми едут допустим они уже стараются в лимассол допустим по афастам на море там красивые места более спокойно до более спокойно а турецкая сторона сам дешевле или дороже чем вот на этой стране нет он дешевле решено видишь она решила то есть тоже жилье и да все дешевле сразу чувствуешь разница ты перешел на ту сторону ну и сразу короче по городу заметно что это уже не в европе чисто по городу по культуре полет по людям уже видно короче что европа закончилась да да я тоже заметил да 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 так есть вот так вот деньги здесь были лиры я так понимаю раньше сейчас евро они вот с этим вступлением евросоюз у них вообще вот их население вот киприоты сами они как бы довольны своей жизнью лежание там жалуются из допустим на туристов же этих или все им нормально все у них пока все нормально допустим так это брата они живут этими туристами этот а то есть здесь не было бы это он уже потихоньку вообще в долги уходил бы конкретно сейчас смотрю вот туристы там допустим и то что туристы сюда просто напросто много очень людей приезжают особенно румын болгар они европейцы раз мне восемнадцать куплю что мне дома делать я школу закончу пойду я работаю все и вот так здесь все забыто ими короче ну румын обычно приезжают работу искать да и болгары не тратить деньги они приезжают обычно ну смотря кто как ну да да смотря кто как конечно греки и киприоты это одна один народ одна нация и разные разные но говорят здесь на греческом языке или нет да они говорят на одном языке говорят диалект а диалект есть разница да вот казахи как разговаривать и узбеки как разговаривают а после имбуши и чеченцы как разговаривают допустим вот вот так ламро короче то есть получается у них небольшой тогда то есть один язык просто чуть-чуть ага ага это все написано короче да 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 греческо ага все понятно а так греки не любят киприотов а также что да да и любят и почему я не знаю здесь греков того я не встречал они не любят киприотов может потому что они этот острова дали половину наверное ну короче они не любят я знаю киприота ну у них между собой же нету этих разборок нету все ровно да Сами греки сюда ездят отдыхать, ездят, приезжают? Ну мало, в основном отсюда туда уезжают. Отсюда туда? Да, но там же по идее море, там же много городов. Острова эти, да. Сколько там? Две тысячи островов. В Греции две тысячи островов. Ничего себе. А турки с той границы, с той стороны, когда заходят, для них нет каких-то проблем, что они сюда пришли? Спокойно, ровно, все. Какие имя? Ну турки. С турецкой стороны. Нет, нет. С этой стороны. А есть разница, если из Стамбула приехали? Нет, нет. Есть. Если из Стамбула, им просто надо даже своим туркам сюда попасть, им уже надо какую-то визу, что-то делать. Угу. 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 Короче, те турки этих не любят. Угу. Этих турков не любят? Да. Угу. Угу. Большая турция не любит вот этот. Почему? Вот этих турков. А у них сильная вражда. Может даже в интернете есть. Угу. 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 У них сильная вражда една. И поэтому, короче, этим туда надо визу, этим сюда надо визу. Получается, чтобы турку поехать в Турцию, отсюда надо визу делать? Не, не визу, а короче. Ну как, разрешение какое-то? Бумага. Бумага, да? Ага. Вот я сейчас поеду с России в Казахстан. Ага. А, типа такого. Место проживания. Вот эти. Да, да, да. Регистрации. Да. Знакомые вещи. Да, да. Все понятно. Что, друзья? Вот такая вот маленькая информация насчет Кипра. Вот. Догуливаем сейчас по этому вечернему городу. Пока выключаюсь. Баркалысо. Эресо. Эресо. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд. Солнечную переходу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова